Всем привет! И вы знаете, вчера был принят закон о том, что электромобили освобождаются от уплаты акциза, от уплаты НДС, то есть полная нулевая, скажем так, растаможка для этих электромобилей. И мы до этого с вами выяснили о том, что отсутствуют какие-либо ограничения и требования со стороны Евросоюза на перепродажу вообще автомобилей в Европе. Так вот, шаг за шагом, за год нашей совместной с вами работы мы смогли разрушить много мифов и добиться очень больших результатов. Нам закидывали о том, что будет несправедливо, если поменяют условия растамаживания, потому что все те люди, которые растамаживали по ставкам, которые есть сейчас, на сегодняшний день, они окажутся в невыгодном положении. Но при этом всем, когда отменили ставки на электромобили, почему-то никто не возмущается о том, что нужно взять и сразу компенсировать всем тем людям, которые уже купили электромобили. Потому что это улучшение условий для всех и всем выгодно покупать электромобили доступно. Так вот, я хочу сказать, что наша организация за год работы сделала не только вот этот шаг, а сделала также еще такой огромный шаг в том, что мы все с вами стали настолько известны, стали настолько мощными, у нас на сегодняшний день порядка 130 филиалов по всей Украине, что мы за последние месяцы переобщались практически со всеми общественными организациями, которые есть только в Украине. И сегодняшний наш прямой эфир, он о сотрудничестве, которое мы начинаем с сегодняшнего дня, или с вчерашнего дня, с крупной всеукраинской организации, которая называется... Мы сидим у них в офисе. ТСО Украина. ТСО Украина. ТСО Товариство сприяния обороны Украины. Обороне Украины. Эта организация похожа на нас тем, что у них очень много филиалов по всей стране, и по сути это национальное достояние, которое когда-то формировалось для того, чтобы Украина могла обеспечивать обучение граждан Украины, для того, чтобы сохранять и обеспечивать обороноспособность страны. На сегодняшний день эта организация, общественная организация, подвергается очень большим нападкам. Вместо того, чтобы служить народу Украины, вместо того, чтобы заниматься вопросами образования водителей, патриотического обучения и много-много других вопросов, которые вот здесь описаны согласно статуту этой организации, организацию просто разваливают на части. Рвут на части, пользуются имуществами, вместо того, чтобы делать те благие цели, ради которых она была создана, она сейчас вообще, у нее отсутствует функционирование в том здоровом виде, в котором это должно быть. И вот эта организация обратилась, увидела в нас тех партнеров, которые могут помочь восстановить всю ту силу, которую эта организация могла бы оказывать народу Украины. В целом спектре вопросов, которые связаны в том числе с автомобилями. Это как основная наша цель, и основная наша цель авто Евросили, мы были в начале созданы для того, чтобы защищать права и честь людей, которые покупали такие транспортные средства на иноземную регистрацию. В данном случае мы уже действительно сила... А также добиваться доступного расстановления... Да, доступного расстановления, все бачим, напевно, скажем так, події, які відбуваються напротив цілого року. Мы занимаемся и безопасностью движения, это проблемы, когда мы змушуем, да, то есть, керевников, ну, многих структур, которые занимаются ремонтом дороги, ремонтировать, ставить розмитки и так далее, тому подобное. То есть, мы змушуем их делать свои функциональные обязательства, ставляющие перед этим контроль. Значит, основной частью того, что мы сейчас сделали, это все-таки мы подписали сегодня, или мы подписали вчера этот меморандум. Саша сейчас читает некоторые пункты этого меморандума, чтобы каждый из вас понимал, что это касается каждого украинца, это касается и громады авто Евросили. Это касается и людей, которые на сегодняшний день были членами громадской организации ТСО Украины. И, скажем так, это общий план работы, который будет в ближайшие дни разработан, мы еще вам его читаем буквально на ближайшие 6 месяцев. А сейчас хочу, чтобы Саша все-таки читал основные пункты из меморандума, чтобы вы понимали, что это действительно относится нас, всех, не только авто Евросили, но и всех украинцев для сохранения такого великого потенциала, как ТСО Украины, которые сейчас пробуют рейдерскими захватами, всякими судовыми неправдивыми методами через суды, подкупленные, выбирать от громадской организации, это, скажем так, поза законом. И мы будем отстоять честь, как свою, так и с сегодняшнего дня, после подписания этого меморандума, честь также ТСО. То есть, те люди, которые писали там всякие оскорбительные комментарии по поводу, а что вы занимаетесь там дорогами, а что вы занимаетесь разными вопросами, которые не связаны с доступным размытанием, критиковали там, что мы там распорушиваемся там по разным направлениям. Так вот вам и ответ о том, что благодаря тому, что мы проводили и проводим эту работу комплексно, по разным направлениям, где-то лучше, где-то не так эффективно, но тем не менее, общество смотрит за всеми этими действиями, и то, что оно смотрит, оно проявляется в том, что у нас есть возможность иметь такое партнерство с организацией, то, что к нам обращается за помощью. Это только первая ласточка подписанных таких крупных меморандумов с живыми, настоящими организациями, потому что, к сожалению, в Украине очень много задекларировано общественных организаций, которые себя, по сути, ничего не представляют. А мне два-таки человека, которые бреют капусту и рассказывают людям, что они занимаются работой. Поэтому я прошу показать сначала, что это живой меморандум. Внизу печати и подписи. Давай, я чуть-чуть поближе покажу. Меморандум проспектурацию. Вот печати и подписи. И вот печати и подписи. Есть. Держи. Итак, я читаю меморандум про співпрацю. Держи. 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 шляхом организации и проведения специализированных телерадио-программ, создания, расширения кино, видео, аудио и полиграфической продукции. Сможно проводятся спортивные соревнования и массовые заходы. В установленном законном порядке засовывают средства массовой информации за необходимость спорить установок организации с правом юридической особой. Ребята, о чем идет речь? О том, что для нас, наша организация, благодаря всем нам, переходит на новый уровень работы, взаимодействия с крупнейшей общественной организацией. Нам действительно открываются возможности, как написано в данном меморандуме, заниматься искоренением коррупции, предложением новых стандартов по дорожному покрытию, по безопасности дорожного движения, по всем тем вопросам, по которым мы и так, по сути, с вами занимались. Но теперь мы это можем объединить, имея существующие ресурсы ТСО и наши людские ресурсы. Обязательно проведемо проверку всех автошкол, которые, скажем так, только на бумаге. Не имеют ни классов, ни никакого, скажем так, стандартного подхода. Это только покупный ресурс. Пришли, заповнили бумаги, завтра вам привезли домой. Поэтому мы с этим тоже будем бороться. Потому что нам закидают, что все водители на литовских номерах – это порушники, або текают из места, або еще что-то. Это из-за таких автошкол и есть проблема, что текают из места, потому что их не научили нормальной культурной езды. Мы будем обовязково контролювать и культуру езды на улицах наших мест и сев. Но хочется сказать очень важное, что это не мы будем делать вдвоем, в дроем или с ребятами. Это мы все будем делать. Потому что, подчеркиваю, нам придется поработать везде, в каждой области, в районах. И нам нужно сделать таким образом, чтобы все то, что когда-то было заложено, предназначено для укрепления обороноспособности, конкурентоспособности, безопасности нашей страны, наших граждан, чтобы оно действительно работало. И для того, чтобы поменялись условия на справедливое. Вместо того, чтобы мы слушали какие-то россказни, сказки о том, что есть какой-то там отечественный производитель, который прикручивает колеса, из-за которого мы должны в 4-5 раз переплачивать за автомобили, чем это есть в Европе. И вообще это оно недоступно из-за искусственных ограничений. Так вот, сейчас у нас, ребята, с вами появляется реальный мощный инструмент, когда вместо того, чтобы писать в комментариях, там, надо так, надо так, у вас в каждом районном центре, в каждой области есть возможность прийти и начать работать все вместе. Не нравится аварийность на дорогах? Пожалуйста, пришли, дали предложение. Я думаю, что это можно делать как на области, а с области, с конкретной области, а с области перенимать примерно всю Украину. Не нравится то, как устроены развязки, парковки, безопасность движения? Значит, мы, как все украинские организации, подали предложение в МВС. И так по каждому вопросу. Вместо комментариев в Фейсбуке, конкретная работа. У нас появится возможность использовать те помещения, которые нам предоставит ТСО. Может быть, это будут приемные часы в их офисах. Может быть, это будут отдельные кабинеты. Нам по каждой области еще придется разобраться. Потому что, как нам объяснили, в организации разворована очень много. И очень вероятно, что большинство тех объектов, которые есть, они просто на бумаге. Поэтому, возможно, нам все вместе еще придется и отстаивать интересы данной организации, у которой было что-то разворовано, идти в суды. Но подчеркиваю, мы переходим на уровень, когда мы решаем все украинские проблемы. И делаем это организованно и вместе с большой структурой. Когда объединяются людские ресурсы, которые есть у нас, и объединяются организационные ресурсы, которые есть у ТСО. Я приведу пример организационных ресурсов. Мы сейчас находимся в зале, где просто можно прийти, нам предоставляют возможность хотя бы пообщаться. Собирать людей на вот такие общения, потому что даже финансово собирать всех людей, это там 300-500 гривен в час, которые где-то нужно находить. А у нас благодаря совместному сотрудничеству это уже есть. Поэтому, ребята, подчеркиваю, предстоит очень много работы. Нам всем придется взять ответственность за самих себя, прекратить всякую критику, а вместо критики идти и работать. А потом уже вместо критики давать предложение по улучшению. И таким образом сделать из нашей страны такую, которой нам хочется видеть, в которой будут справедливые правила, которые будут отвечать потребностям людей в нашем обществе, которые будут отвечать покупательной способности людей в нашем обществе. И дай Бог, чтобы благодаря нашей совместной работе, когда мы друг в друга поверим, поверим в общую работу, чтобы мы привели нашу страну к процветанию, когда мы будем вообще говорить совсем о других вещах, будем думать о том, как регулировать в космосе это движение, понимаете, вместо того, чтобы копошиться в каких-то проблемах, которые мы уже давно пройдем вместе с вами. Всем дякую. Дуже великий действенный кусок работы нам доведется выполнять. Я думаю, что сегодня хлопцы, которые с нами тут есть, они понимают, и вы должны понимать, что нам очень много еще предоставить работы сделать для улучшения. Было принято решение на базе такого меморандума, как ТСО и Авто Евросила, создать асоциацию, спільноты для общественных организаций. Мы приглашаем всех, потому что реально живые общественные организации – это те, кого мы ждем для решения проблем, ризного планового, ризного рівнявого. На сегодняшний день мы на базе Авто Евросилы створили юридичные, сейчас створим адвокатские отделы, будем за допомогою того, что мы сейчас подписали, цим меморандумом размещать великий колл-центр. И, скажем так, будем выходить на трошки инший ревень співпраци по всей территории Украины. И, конечно же, как вы понимаете, когда мы начинаем вот такое сотрудничество, мы наступаем на интересы очень крупных людей, чиновников, которые крутятся, присосались к этой всей системе, и, конечно же, мы будем получать огромное противодействие. Поэтому понадобится мобилизация, помощь всех нас для того, чтобы отстоять наши интересы, состоять все украинские интересы, подчеркиваю, работы хватит всем. Мы будем принимать большое количество людей, потому что у нас уже будет где это делать, обсуждать планы, обсуждать совместные акции. И просьба смотреть новости, оперативно присоединяться, подчеркиваю, есть всегда время протеста, когда мы протестуем против чего-то, и очень важно это также идти к чему-то. Мы всегда говорим и говорили, что целью нашей организации есть защита всех, взаимозащита. А второе – это привести законодательство к справедливым условиям. То есть у нас есть и против чего, но самое важное – у нас есть к чему стремиться. Вот очень хочется, чтобы, знаете, как горе, оно всегда объединяет. И мы очень быстро объединились на горе. Но теперь хочется, чтобы мы еще больше объединились на пути к той цели, к которой мы хотим прийти. Это к справедливому сообществу в нашей Украине. Это к процветающему обществу в нашей Украине. Когда каждый может реализовать себя в нашем обществе на благо нашей страны и каждого из нас. Вместе сила. Чуть-чуть позже мы разместим официальное видео, где Олег подписывает этот меморандум с руководством ТСО. Можете это распространять. Спасибо вам за то, что вы с нами все это время были. И спасибо за то будущее, которое мы с вами сделаем вместе. Вместе сила. Роба Морепосты. Слава Украине.